Сегодня, как вы видите, на календаре 15 апреля, это ровно экватор весны. К сожалению, мы не можем очень наслаждаться весной, так как относительно сейчас изолированы. Но я думаю, что это хорошее время для того, чтобы продуктивно провести свой досуг, еще раз переоценить то, что обычно бывает, бесследно проходит, и мы, возможно, не обращаем внимания на что-то. Вот сейчас самое лучшее время посмотреть, подумать все-таки, что важно, что первоочередно, как вообще продуктивно можно использовать это время. Очень разные аудитории, кто-то уже занимается исследованием, у кого-то специфичные исследования. Ну, я думаю, что чем у нас более разнообразные участники, тем полезнее будет сегодняшний вебинар, потому что он такой более общего характера. Тема у нас все о формах аналитики, что, где, когда. Конечно, я признаю, что это очень обширная тема, очень грандиозная тема, но, тем не менее, вряд ли я смогу рассказать все детали, все аспекты, каждая из форм аналитического документа, что и где, когда используется, но я постараюсь сгруппировать, пройтись по главным тезисам, какой документ готовится для кого, какие формы бывают, в каких формах нужно использовать те или иные форматы документов. Все это мы сегодня с вами пройдем, и давайте я ознакомлюсь с ключевыми вопросами. Начнем мы с базового вопроса, что такое аналитика и для чего она нужна. Далее, разобрав это, мы перейдем к видам аналитики. Общее и особенное, в чем есть схожесть того или иного вида аналитики, для чего, когда она используется, ну и все же, какие детали и особенности нужно использовать по той или иной аналитике. Дальше мы пройдемся по форматам аналитических документов. Здесь я кратко расскажу о каждом из них, для кого и когда готовится, например, что такое аналитический доклад, какая у него бывает обычная структура стандартная, что туда не должно входить или что должно входить и так далее. И основные детали, основные детали я здесь имею в виду то, на что стоит обратить внимание при построении аналитического текста. Какие бывают там небольшие какие-то пунктики, на которые, возможно, мы не обращаем внимания, но тем не менее они важны. Так, вопросов пока нет. Переходим к основной части. Ну и так, классический вопрос, для чего нужна аналитика. Я думаю, что когда мы начинаем какой-либо вебинар из этой серии, посвященной аналитике, этот вопрос всегда должен вставать. И основное предназначение аналитики – это воздействовать на процесс принятия решения. И здесь аналитический продукт, он должен быть информационной основой для этого. То есть это определенные инструментарии, которые, возможно, воздействуют или повлияют на принятие решения, на того или иного человека, который в итоге поставит подпись под то, что нужно использовать именно эту рекомендацию, что нужно внедрять именно эти механизмы. Поэтому у аналитики очень важное предназначение, и всегда нужно помнить, для кого вы готовите аналитику, какой формат, что от вас ждет конечный получатель или читатель вашей аналитики. Когда я готовилась к вебинару, я посмотрела, в принципе, литературу по аналитике, как нужно писать аналитические тексты. И скажу сразу, забегая вперед, что прям такой большого массива по этой тематике вряд ли вы найдете прям полностью энциклопедию, но в отдельных книгах или статьях можно все-таки взять, вычленить для себя полезные рекомендации, выводы. И вот в одной из книг я подсмотрела вот такую формулу, формулу успешной аналитики. В основном я с ней согласна, потому что 50% успешности вашей аналитики является та информация, которую вы отобрали в процессе аналитической деятельности. Насколько она релевантна, насколько она актуальна, насколько она достоверна. Какую информацию вы отберете для себя, на основе нее и будет в будущем построен анализ. Поэтому, наверное, главная составляющая все-таки информации, которой вы располагаете. Далее 40% анализ. Здесь нужно понимать, что это не только то, как вы думаете, как вы, в принципе, прогнозируете, прорабатываете причинно-следственную связь. Здесь также в эти 40% входит и то, как вы можете структурно построить текст вашего продукта. Это очень важно, потому что насколько вы сможете удачно сделать логическую цепочку вашего анализа, настолько эффективно и результативно она будет восприниматься конечным читателям. Ну и 10% оформления, хоть в процентном соотношении это не очень большая цифра, но я думаю, что на нее всегда стоит обращать внимание, потому что насколько материал читабелен, насколько он нагляден, насколько там есть выделение на основные моменты, настолько и прочитает в конце ваш читатель. Потому что нужно понимать, что аналитические документы можно разделить на две классификации. Те, которые читают, и те, которые просматривают. И очень важно, что если вы готовите все-таки документ, который просматривают, чтобы та небольшая, но ценная информация вам все-таки дошла до того, кто это смотрит, просматривает. И неправильном оформлении вашу информацию могут вообще не заметить. Поэтому хоть и 10%, но это тоже очень важно. И перед тем, как перейти к формам и типологии, я хотела бы все-таки обратить внимание на то, какие основные шаги в реаналитической деятельности. И дальше вот я сейчас этот слайд немножко чуть поздевременно включила, но пусть он будет. Если оценивать аналитическую деятельность, то в целом от начала до конца ее можно распределить на 5 основных шагов. Если посмотреть те вебинары, которые уже прошли, то команда IWPR и Кабарейжа, она, в принципе, движется в правильном направлении. Они начали с базы, с информации, и, в принципе, потихоньку, поэтапно мы перемещаемся к воспроизводству аналитического продукта. То есть первый шаг при аналитической деятельности – это сбор информации. Второй шаг – это обработка этой информации от всех ненужных. Если, я не знаю, слушаете ли вы первый раз вебинар, либо вы уже постоянный гость этих вебинаров, и прежде вы прослушивали Анну Зубенко, Юрия Саруханяна и Азиза Тимурова, то могли заметить, что вот у Анны и у Юрия их вебинары были в большей части посвящены именно первым шагам. Анна очень прекрасно распределила и определила, какие есть методы количественные, качественные, когда и насколько предпочтительно использовать тот или иной метод, для чего нужны количественные методы, какая информация извлекается оттуда, для чего нужны качественные, когда их нужно миксовать, какие брать выводы из этой информации. А Юра, он очень грамотный, мне кажется, на прекрасных примерах показал, как нужно правильно фильтровать информацию. В принципе, это не только в аналитике, но это нужно и в повседневной жизни. Вот при обработке информации, это второй шаг, здесь очень важно все-таки посмотреть, окей, вот на первом этапе вы собрали какую-то информацию. Это могут быть статистические данные, это могут быть результаты социологических исследований, интервью. Это могут быть разного рода статьи, обычные информативные статьи, аналитические статьи, журналистское расследование. Вот вы накопили эту кучу. И здесь очень важно на втором этапе все-таки правильно распределить, что первично, что вторично, какая информация влияет посленно на тот предмет исследования, который вы выбрали, а какая оказывает непосредственное воздействие и, в принципе, демонстрирует картину, что происходит с этим предметом исследования. На втором шаге при обработке информации нам нужно правильно распределить, какая информация важна, а какая менее важная. Ну, можно использовать разные приемы. Самый простой, я думаю, его можно делать устно, мысленно, в голове, либо все-таки открыть документ в Word и написать эту таблицу. Что вам известно в одной графе и что неизвестно. Если все-таки в графе неизвестно, есть какие-то параметры, которые вы еще не собрали, это как раз хорошее подспорье для того, чтобы вернуться на шаг один и найти ту информацию, которая вам поможет при дальнейшем анализе. Третий шаг при аналитической деятельности – это осмысление ситуации. Вот на основе того, что вы отобрали, распределили по группам информацию, вы уже потихоньку начинаете анализировать, что является истинной проблемой. Я ключевой проблемой, основной проблемой исследуемого предмета. Это в основном бывает политический какой-то там процесс, либо экономический, либо, не знаю, там информационный поток вам нужно исследовать. И на основе вот этого вы начинаете исследовать. У Азиза вчера был отличный вебинар, поэтому я активно рекламирую вебинары наших участников. Они очень полезны с практической точки зрения. Он как раз приводил примеры, как нужно использовать различные методы, подходы, инструменты системного мышления, которые вам позволят определить ключевую проблему, причины, как из этих... Какие эти причины ведут к каким тенденциям, последствиям, и что можно предпринять. Четвертый шаг – это написание аналитического документа. Сегодня вот как раз большая часть нашей презентации, она посвящена именно этому этапу. Ну и пятый шаг – это передача и реакция. То есть вы уже подготовили аналитический текст, вы его передаете, вы смотрите, какая есть реакция вообще, она есть или нет, прочитали документ или оставили в сторонку. Если это открытая аналитика, то какие комментарии у читателей и так далее. Здесь мы переходим вот более плотно, остановимся на четвертом шагу – это написание документа. Перед тем, как рассмотреть разные структуры, давайте определим вообще, какими характеристиками должен быть наделен аналитический текст. Для этого, кирпично, давайте все-таки поговорим о том, что многие ребята, начинающие исследователи, либо, в принципе, студенты или молодые ученые, они, или журналисты, они, в принципе, иногда задаются вопросом, а в чем вообще разница аналитического текста от научного текста или публицистического текста? Давайте попробуем разобрать, в чем все-таки разница. Если брать научный текст, то первое, что бросается в глаза, это то, что он наполнен терминологией. Очень много терминологии, очень сложные предложения. И сразу становится понятно, что научный текст – это все-таки для какой-то специфичной группы, которая также находится в теме, которая также погружена в научные исследования. Потому что научный текст, он может рассматривать предмет своего исследования с разных позиций, с разных точек зрения, с разных школ. Ну, например, там, не знаю, экономический кризис. Кинсиансы трактуют его так. Монетаристы считают, что экономический кризис – то-то. Институционалисты считают, что кризис появляется за счет неэффективности действующих институтов и так далее. И здесь вот больше теоретических обобщений. Кто-то уходит в историю, кто-то рассматривает более глобальные концепции и так далее. У аналитиков нет столько времени на то, чтобы обращать внимание на теорию. Так, вроде бы научный текст мы немножко разобрали. Терминологи, сложные предложения, большое предложение в разного рода концепции. А чем же все-таки отличается публицистический стиль? Тут наоборот. Здесь за счет того, что публицистический стиль ориентирован на более широкую аудиторию, то есть ее может читать, в принципе, любой, у кого там есть доступ к той или иной статье. Например, кто-то читает «Космос», кто-то читает «Корбс», кто-то читает, не знаю, там, эксклюзив. А у публицистического текста поэтому очень упрощенный текст бывает, очень упрощенная манера подачи. Но при этом для того, чтобы все-таки придать интерес, зачастую в публицистическом стиле используются разного рода приемы. Это метафоры, аллегории, эпитеты, за счет чего в конечном итоге публицистический стиль, он может принимать какую-либо эмоциональную окраску или все-таки подводить к каким-то оценочным суждениям. По сравнению с этим, аналитический текст, его предназначение все-таки в том, чтобы нейтрально и объективно попытаться оценить действующую ситуацию того или иного процесса или события. Поэтому аналитический текст, он, во-первых, в агробу должен ставить структуру и логику. Все должно переходить от одного к другому. Это должно быть плавно и понятно для читателя. Очень важны такие параметры, как ясность, четкость и однозначность. То есть вы написали одно предложение, что там красное – это красное. И вот все. Вот это предложение, оно должно быть только однозначным. Этот текст, он не должен нести какие-то там намеки или какое-то переносное значение. Вот что вы хотите точно сказать, то и пишите. Не нужно какие-то подводные камни для читателя создавать на ровном месте. Очень важный параметр нейтральности и объективности. Вы должны при аналитической деятельности использовать только то, что вы увидели. То есть вы собрали данные, вы посмотрели, какая динамика положительная. И вот хоть вам это нравится, хоть не нравится, вы должны полностью описать именно это событие. Ну и мой любимый параметр – это краткость. Зачастую некоторые мои коллеги или друзья иногда в процессе работы, они могут расстраиваться. Я там написал записку, всего три страницы. Или я написал аналитический доклад, он всего вышел на 10 страниц. Я думаю, что это не должно никого пугать, потому что если ваша мысль отражается в одном абзаце и смысла писать его на 10 или 15 абзацах нет, то и не надо этого делать. Не нужно на равном месте писать какую-то поэму, где это вообще не требуется. С учетом того, что все-таки аналитический продукт – это продукт, который имеет определенное предназначение, и там очень важен фактор времени. А теперь мы подойдем к основной типологии аналитики. Это вот, наверное, по первому критерию я решила показать, что в зависимости от типа аудитории и возможности доступа к аналитике. Это два больших раздела – открытая аналитика и закрытая аналитика. Открытая аналитика – это та аналитика, которую можно получить в свободном доступе, загрузить ее на каком-то сайте, либо прочитать в средствах массовой информации. То есть любой человек может прочитать. Но при этом нужно понимать, что так как аналитика – это все-таки специфичная деятельность, все равно у этого рода материала бывает тоже определенная публика. И несмотря на то, что публика может быть разношерстной, в любом случае в большинстве случаев это люди, которые в принципе мониторят эту тему. Они в принципе читают материал по этому направлению. И нужно вот это учитывать, что на какую все-таки аудиторию, пусть даже будет это открытое, я воздействую своими выводами. Закрытая аналитика – это наоборот. Закрытая аналитика, она отличается тем, что у нее более специализированный фокус, есть определенная ограниченная аудитория. Это может быть какая-либо корпорация, ну, частного характера, либо это может быть государственная структура. Но тем не менее относительно небольшая аудитория прочитает ваш материал. И поэтому она должна быть более специфичной, учитывать деятельность этой организации, как она именно на практике может использоваться. Потому что отличительное свойство аналитики от той же самой науки, в научных исследованиях там могут быть, в принципе, приводиться выводы, делаться какие-то заключения даже на модельные ситуации. То есть какая-то модель там, как может там существовать открытая экономика. Но мы все знаем, что реальность – это не какая-то определенная экономическая модель, а это ситуация, в которой имеет место быть разного рода факторы, которые не учитываются в моделях. А в аналитике чисто прикладное свойство. Ты проанализировал, выделил проблематику, подумал над этой проблемой, как ее можно решить, и вносишь свои рекомендации. Еще, наверное, стоит отметить, какие виды документов используются в открытой и закрытой аналитике. В принципе, и для открытой, и для закрытой аналитики используются аналитические доклады, аналитические записки, аналитические обзоры. Также используются мониторинги, дайджесты, информационные записки. Вот все эти типы, они могут встречаться как в открытой, так и в закрытой аналитике. Еще я хотела здесь сконцентрировать внимание на том, что иногда люди отмечают, что, ну, вот ты пишешь закрытую аналитику, и, в принципе, ее прочитает только там 5-10 человек, поэтому можно, возможно, позаимствовать уже высказанные ранее идеи, то есть посмотреть, что написал там Петров, Сидоров и так далее, и взять их в какие-то рекомендации или списать их в проблематику. Если это, конечно, доклад общего характера. Но здесь важно понимать, что, окей, те люди, которым вы предоставляете эту закрытую аналитику, они ведь тоже не пришли с улицы, а непосредственно каждый день сталкиваются с этим предметом исследования, с этими вопросами, которые их тревожат. Поэтому отчасти они уже могли знакомиться с этой аналитикой ранее. И, возможно, кого-то и пронесет, а, возможно, и не пронесет. И в следующий раз люди уже будут задаваться вопросом, вообще стоит ли прибегать к услугам данного аналитика или данной аналитической организации. Здесь я еще не проговорила про закрытую аналитику, потому что, так как это все-таки для определенной группы лиц, и зачастую рекомендации строятся на основе анализа закрытых данных, то здесь на закрытую аналитику часто накладывается гриф для служебного пользования и не секретные документы. Если это какая-то коммерческая организация, также в договоре об оказании услуг все эти детали прописываются. Поэтому, когда человек готовит закрытую аналитику, он должен понимать, что он берет на себя определенную ответственность. И в случае нарушения этой ответственности он может нести какие-либо обязанности, какое-то, не знаю, административное нарушение и так далее. Хорошо, если только административное нарушение. У открытой аналитики У открытой аналитики также есть свои свойства. То есть, когда вы готовите аналитический материал для широкой публики, вы должны быть очень аккуратны с той информацией, которую вы предоставляете, потому что каждый читатель может проверить достоверность ваших данных. Если они... Ну, зачастую просто открытая аналитика, она строится на основе открытых данных. Чаще всего это статистические данные пивличные, либо социологические исследования, результаты которых уже опубликованы. Ну, чаще всего. Поэтому очень аккуратно, даже если вы какие-то мысли заимствуете, везде ставьте ссылки, везде показывайте. Этим вы себя обезопасите. И, во-вторых, все-таки даже у открытой аналитики у них тоже как бы относительно специфичная аудитория. И они также, эти люди имеют определенную начитательность, они отслеживают, какие материалы выходят, кто обычно пишет по этой теме. Если вас подводят на плавиатии или на использование недостоверных данных, на манипуляции, то это в будущем может сказаться на вашей репутации как аналитика. С другой стороны, открытая аналитика, она полезна для тех людей, которые, в принципе, например, вы, допустим, только встали на путь молодого аналитика и не работаете в какой-либо компании либо государственном органе и, в принципе, не готовите целенаправленную аналитику. А за счет публикации, вот качественной, интересной, полезной продукции, вы можете заявить о себе, потому что ее же читают те же люди, которые работают в государственных мозговых центрах, в частных мозговых центрах. И в любом случае это будет уже наводкой для тех, если, в принципе, в будущем нужны будут консультации у сторонних экспертов или станет вопрос о том, что им нужно обновить кадровый состав. Поэтому открытая аналитика это хороший трамплин для того, чтобы продвигать себя в экспертной среде. Я думаю, что один из вебинаров нужно целостно посвятить тому, что как аналитики должны себя продвигать в экспертной среде, в медиасреде и вообще для чего это нужно. Вот. Вроде бы с закрытой и открытой аналитиками примерно тоже разобрались и надеюсь. Следующую типологию я выбрала по срокам. То есть когда вы здорово, что такой вебинар будет, потому что я с удовольствием послушаю. Вот. Следующая типология это по срокам. То есть вы когда вам дали задание или вы все-таки сами решили написать аналитику, вы должны понимать, какого это рода аналитика. Вот. То, что вы напишите вообще, на какой срок будет актуально. Потому что бывает так, что вы напишете продукт, а уже это не актуально, это уже неприменимо, либо это уже частично использовали, либо использовали какие-то другие методы, которые развернули это событие в другое ручно. Поэтому по срокам стандартно я разделила на три. Это горячая, ситуативная и комплексная. Горячая, здесь я даже, наверное, указала максимальные сроки. Немножко сделаю лирическое отступление. Я, в принципе, у меня опыт работы именно в квази государственных организациях. У меня аналитика больше направлена на государственные органы была. И там зачастую бывают такие задания, что вот произошло какое-то событие и нужно очень экстренно написать какую-то аналитическую записку. Обычно такого рода документы готовятся самое сложное, это когда вам дают несколько часов, пол дня. Хорошо, когда вам дают один-два дня. Но при этом, когда готовится такая аналитика, вы должны понимать, что глубины аналитики от вас не требуют. Вам нужно именно оценить текущие события и, возможно, дать какие-то рекомендации. Тот человек, который запрашивает у вас аналитику или лицо, он от самого уже понимает, что, в принципе, для того, чтобы подготовить качественный материал, для этого всегда требуется время. Даже если вы специалист в этой теме, даже если вы 10 лет отслеживаете тему терроризма или занятость в Казахстане или там, не знаю, культурные ценности молодежи, даже несмотря на это, за один-два дня про экстренных событиях каких-то непредсказуемых, невозможно подготовить. Очень суперклассная аналитика, больше поверхностная. Ситуативная аналитика. здесь уже событие такое более устоявшееся, оно может происходить и быть актуальным от нескольких дней, от нескольких дней до до 10 дней. Здесь вот тоже я по максимуму провела 10-15 дней, обычно дается где-то неделя, пока вы пишете, пока вы его проводите в определенный формат и передаете дальше для тех людей, которые дальше будут передавать, наносить папку для человека, который все-таки в итоге примет какое-то решение, какое бы оно ни было. И комплексное исследование, это вот такая классная аналитика, мне кажется, многим из аналитиков нравится, потому что комплексная аналитика позволяет провести исследование с учетом всех пяти шагов, проработать внимательно всю информацию, построить нужный для себя инструментарий, окунуться в истинные проблемы предмета исследования, разработать и подумать над прогнозами, рекомендациями, и в целом вот такое исследование занимает от одного до трех месяцев. Можно, конечно, проводить и более длительное, но тогда вы должны понимать, что чем дольше вы занимаетесь этим исследованием, тем и более, наверное, общие выводы и тенденции вы должны будете описать перспективно в конечном итоге. Все-таки вот я еще до этого ранее говорила, что фактор времени, он очень важен, поэтому нужно всегда учитывать, насколько эта аналитика будет актуальна, сколько она продержится, потому что аналитический продукт вещь такая, что сегодня твои меры нужны, эффективны, пройдет какой-то временной промежуток и он уже неактуален. Поэтому у аналитического продукта есть эффект, что он может быстро устаревать. Это нужно иметь в виду. Ну и здесь я подвела такие общие разновидности аналитики, конъюнктурная, академическая, журналистка и разведывательная. Также ее можно обобщить как быструю, ситуативную и комплексную. Что такое конъюнктурная аналитика? Это вот как раз больше относится к горячей аналитике, то есть конъюнктурная аналитика, она обычно дает оценку происходящим событиям. Она не бывает глубокой, но ее задача дать быструю оценку происходящим и произошедшим событиям. Она может быть различной, то есть это может быть оценочная, может быть что-то такое там, какую-то рекомендацию просто выдадите об этой аналитике, не раскрывая сильно проблематику. Далее академическая исследовательная, это вот как раз если аналогию провести с комплексной, то есть это разновидность наиболее глубокой аналитики, аналитики предназначена для исследования тех или иных актуальных вопросов. Это может быть например вопросы занятости в Республике Казахстан или проблемы распространения терроризма в Центральной Азии, как меняются ценностные ориентиры молодежи, то есть такой более обширный предмет исследования. И именно это направление аналитики, оно наверное наиболее близко к науке, но в отличие от науки здесь все-таки так как это аналитика, она носит более практический прикладной характер. Следующий вид аналитики это журналистская аналитика. Что можно о ней сказать? Скажу, что она относительно не развита в нашем регионе, я думаю, что это ни для кого не секрет, потому что кто очень внимательно читает, смотрит информационный поток, который подается в странах Центральной Азии, таких материалов очень мало, но в принципе они набирают популярность, начинается какая-то более менее положительная динамика в этом направлении. Если вам интересно, как раз Кабарей же поставляет такой контент, посмотрите, какая структура у этих материалов, на что они поддают акцент и уделяют внимание. Здесь тоже нужно учитывать то, что возможно журналистская аналитика, она может быть не слишком глубинной, потому что иногда материалы журналистской аналитики, они также могут подаваться в короткие сроки. И все-таки нужно признать тот факт, что это не всегда, но также случаются случаи, что журналистская аналитика может носить заказной характер, но зато есть сильная сторона, журналисты не всегда работают оперативнее. И четвертый вид аналитики, я честно скажу, я с ней не сталкивалась, но мне очень интересно, я думаю, что в будущем, если у меня представится такая возможность, я попробую поработать, это разведывательная аналитика, она больше предназначена для передачи информации, оценки, какого-то события, и эта аналитика передается для спецслужб, у нее очень закрытый характер, как бы есть очень большие риски, но при этом, когда я немножко попробовала посмотреть, какие все-таки форматы подаются в разведывательные аналитики, я, например, для себя открыла то, что там есть такие форматы аналитических документов, как аналитический портрет личности, политический портрет личности, и там такие очень интересные параметры, которые, в принципе, можно использовать в повседневной жизни, анализируя тех или иных лиц, с которыми вы знакомы, возможно, это очень полезно для обычной повседневной жизни, но при этом вам, чтобы построить аналитический портрет какого-либо лица, нужно владеть очень большой информацией. Ну и вот можно все, что сказано ранее, описать тем, что быстрый комментарий, то есть на одну-две странички небольшая оценка поверхностная, ситуативная это на те события, которые имеют более широкий временной промежуток и комплексные исследования, где все-таки вопросы, которые вы исследуете, обширны, долгосрочны, и очень значимы для той или иной отрасли, в которой вы работаете. Так, ну а теперь давайте все-таки остановимся на том, о чем я говорила ранее, о четвертом шаге, то есть написании аналитического документа. А ну этот шаг сам по себе состоит из нескольких шагов, худшаги, да, можно называть, наверное. вот вы получается собрали информацию, обработали, разделили нагрузку, переосмыслили, выкинули вообще что к чему, что между чем связано, что к чему относится, в принципе выявили какие-то тенденции и приступаете к написанию работы. здесь нужно знать, что как я говорила ранее, к аналитическому материалу является ряд требований. Это достоверная информация, простой и ясный язык, не следует усложнять или продолжать стиль. Можно писать ясно, просто, но глубоко, не обязательно там брать какие-то сложные словосочетания, что там, потому что на конечном продукте это не сильно отразится. Но простота все-таки, как я и сказала, это не значит отсутствие в любви. Все-таки, когда вы даже доносите что-то просто, вы должны именно показать болевую точку этих проблем. Что именно служит в лечении? Ну и то, что я ранее проговорила, не стоит писать вещи, которые могут отрактоваться по-разному. Потому что иногда, когда так пишут, возможно, автор может последовать иные цели. Ну и важное значение имеет читабельность на целях. Он должен читаться легко, быстро, в тексте должна быть своеобразная логика, структурировать, потому что когда материал не структурирован, его вообще очень сложно читать, распринимать и вообще понять, какая связь между проблемой и рекомендацией, проблемой и тенденцией, вообще как они коррелируют. Когда это все в разброс пишется и читатель самому вылавливает эту цепочку, это очень сложно. Он может сказать, нет, этот автор вообще в принципе пишет неудобно и лучше вообще не ссылаться к его аналитическому продукту. Первый шаг это описание предмета. При этом, когда вы описываете какой предмет исследования или события, нужно учитывать, что не нужно очень много описаний и повествований, то есть там экономические, не знаю, безработицы. В Казахстане там самый высокий пик безработицы пришелся в 91-м году, потом приняли такие меры, а потом такие. Да, бывают случаи, когда информационная справка нужна по тому или иному событию, чтобы погрузиться в вопрос. Но в любом случае описание должно быть наиболее кратким и лаконичным, просто чтобы понять вообще, что творится. Когда вы сделаете это описание, вы проходите к оценке. То есть, например, ВВП состоял из таких-то направлений, он вырос настолько. Рост ВВП в таком-то направлении, он показывает церевую направленность экономики или еще что-то. Вот это делается на этапе оценки. После того, как вы проанализируете то, что вообще происходит в текущий момент, вы уже начинаете делить на проблемы. Что на эту ситуацию влияет? Что является корнем проблем? Что является причиной? То есть, разделение проблемы, потом переходите к причинно-следственным связям, когда вы это все определите, у вас могут вырисовываться определенные тенденции, что если, например, нехватка кадров будет нарастать, это может привести к совокупности, к отставанию экономики, потому что непрофессиональные кадры, они не могут быть продуктивными. Непродуктивная деятельность не несет результативность той или иной сферы, ну и так далее. И на основе этих тенденций можно построить какие-то прогнозы. Если, наверное, наиболее часто встречаются оптимистически, базовый и пессимистически. При написании аналитического документа, наверное, если все-таки у вас в процессе анализа получается, что вы выявили несколько тенденций, чем больше у вас вариаций, тем больше у вас возможностей проиментировать те или иные события. Ну, в смысле, разные исходы предложить. И вот, наверное, ключевая часть аналитического документа это рекомендации. Чаще всего аналитические документы используются для того, чтобы лицо, которое принимает решение, сделало что-то так, что исправит текущую ситуацию. Или улучшит, ухудшит. Ну, здесь, конечно, в аналитических документах обычно стараются улучшить ситуацию. Поэтому рекомендации они должны коррелировать напрямую с проблемой. Это должен быть рецепт, как выздороветь экономики. И здесь можно, наверное, такую небольшую огородку сделать, что чем отличаются, наверное, открытые документы от закрытых в открытых, а крупные какие-то консалтинговые компании или мозговые центры. Они больше ориентированы на то, чтобы в открытых документах давать какие-то общие рекомендации. Потому что точечные рекомендации, конкретные рекомендации, это больше все-таки в сфере той аналитики, где все-таки этот аналитический продукт читает конечный потребитель. Потому что не всегда все рекомендации можно выносить на общественный обзор. Это с одной стороны. С другой стороны, когда консалтинговые компании дают общие рекомендации, тем самым они привлекают определенных заинтересованные компании. То есть, а вот, там, McKinsey делает обзоры по, там, сфере энергетики, и, как бы, они читают первично открытый материал, и на основе этого потенциальные клиенты смотрят, насколько качественно работают аналитики, и стоит ли их привлекать. Впоследствии, например, если McKinsey, там, привлекут какую-то, корпорация какая-то крупная привлечет McKinsey, McKinsey, ну, если она хорошая компания или какая-то другая, она должна давать уже точечные, точные рекомендации. А, построить завод, там, в Венесуэле, или, там, Б, нужно закрыть, переместить эти цепочки туда-то. И вот давайте теперь непосредственно перейдем к видам документов, какие у них могут быть структуры. Я здесь сгруппировала самые основные, при этом, как бы, и оговорю, что есть и другие вариации, но это самые наиболее распространенные. Аналитический доклад или аналитический отчет. Он бывает наиболее отширным, он может быть как, применяется как в ситуативной аналитике, так и в комплексной. Если это ситуативная аналитика, она обычно, такой доклад аналитический, он не должен быть большим. Ну, 10-15 страниц максимум. И как стандартный доклад, он обычно состоит из введения, где вы описываете, кратко описываете ситуацию, сразу приводите свои какие-то ключевые тезисы, в чем проблема и какие, как бы, направленности рекомендаций. В части анализа здесь можно, анализ здесь можно распределить, как описание события, оценка события и выход на проблематику. И, естественно, аналитические доклады, они используют, они выбирают в себя рекомендации и выводы. Без этого, как бы, даже сложно представить аналитический доклад. Это наиболее полная форма аналитического документа, поэтому к ней нужно очень грамотно подходить по составлению. Хорошо сконструированный аналитический доклад, он может быть полезным как для открытой публики, так и для закрытой. Но при этом нужно различать. Есть аналитические доклады, я сказала, ситуативные, там, 10-15 страниц, а есть вот комплексные. Там уже как бы сложно поместиться в 10-15 страниц. Да, бывают отдельные случаи, когда требуют краткости. Но когда вы проводите комплексные исследования, у нас вот, например, на практике было исследование одного региона, то, естественно, мы там не могли затронуть только одну проблему. Мы выявили основные ключевые проблемы, тенденции, которые присутствуют в этом регионе. Они были разнонаправлены, там, что-то касалось социальной сферы, что-то касалось государственного управления, что-то касалось, там, не знаю, даже, вплоть до миграции и радикализации, но при этом некоторые тенденции, они были взаимосвязаны. И получился на выходе очень большой доклад, там, ну, не знаю, около 70 страниц. Такой доклад, он может быть полезен разным группам там. Кто отвечает за социальную сферу, он может разобрать социальную сферу. Кто отвечает за региональное управление, он будет смотреть на, как нужно правильно распределить обязанности между органами. Вот. Ну и там выводы, конечно, приводились. Выводы – это вот основные тезисы, которые нужно еще раз в конце проштудировать, чтобы у читателя осталось понимание. Потому что, когда документы большие, все-таки должно остаться последнее впечатление, чтобы он не забыл о том, что он читал. Аналитические обзоры, они больше, конечно, применяются в открытой аналитике. Здесь в аналитических обзорах они тоже могут быть разных объемов. Но тоже я советую не перегружать большим массивом данных, потому что, если мы сейчас заметим, то общество такое, что очень сложно в совокупности, если все общество рассматривать, сложно сконцентрировать надолго внимание читателя. Поэтому лучше стараться лаконично осветить основные аспекты. В аналитическом обзоре могут применяться не только выход на проблематику, но здесь можно использовать какой-то там метод сравнения, как это в других странах, как это было когда-то, или какие есть альтернативные инструменты для решения проблем. Поэтому частично, конечно, он больше сконцентрирован на анализе, а рекомендации там могут и присутствовать, а могут и отсутствовать. Но точно обзоры обычно тоже содержат выводы. Аналитическая записка. Аналитическая записка, она применяется как в открытой аналитике, так и в закрытой аналитике. Но аналитическая записка, свойство ее такое, что это относительно короткий документ. Например, вы написали аналитический доклад, у вас там раскрывается несколько проблем. А аналитическая записка, она может переформатировать этот аналитический доклад, взять только одну проблему и в рамках аналитической записки описать только одну проблему и, соответственно, к ней принести рекомендации. То есть именно эта проблема и ее решение. Поэтому я здесь поставила плюс-минус. То есть могут быть просто описание проблемы и оценка ситуации, а могут быть еще и по кухне внизу подвестись рекомендации. Выводов, как обычно, формат не позволяет писать очень много, но аналитической записки максимум до пяти страниц. То есть нужно учитывать, что чем выше человек, которому будет представлен этот документ в конечном итоге, тем меньше у него времени обычно для того, чтобы уделить внимание на аналитику. Поэтому нужно все-таки быть кратким, краткой сестра таланта. Аналитическая статья. Вот аналитическая статья – это, наверное, более сжатый вариант аналитического доклада. Здесь также этот материал содержит основные структурные элементы. Это в день анализа рекомендаций выборов, но чуть меньше описания, чуть больше именно концентрации именно на ключевых моментах. Потому что аналитическая статья в среднем на пять-шесть страниц. Хорошо, если она… Ну, есть и десять страниц, конечно, но просто не факт, что ее до конца все прочитают. Информационно-аналитическая записка. В принципе, наверное, многие могут задаваться вопросом вообще, нужна ли она, если она больше несет информацию, чем аналитик. Но при этом порой иногда для лиц, принимающих решения, важно просто понять ситуацию. Вообще, что происходит. А как бы каких-то рекомендаций они не требуют. Это может быть просто, например, какой-то чиновник или какой-то глава корпорации едет на форум. И вот понять, что это за форум вообще, какие действия там целесообразны, что лучше предпринять, что обычно обсуждать, какие перспективы несет участие в таком событии. Либо просто, чтобы, например, если это открытая справка, чтобы читатель сам оценил на основе того, что вы представили, у него появилась какая-то определенная объективная оценка. Ну, если это, конечно, быстроверные данные. И он уже, чтобы сам выходил на дальнейший, более глубокий анализ и возможные рекомендации. Мониторинг и дайджест. Ну, мониторинг – это, в принципе, такой больше информативного характера материал. Там, в принципе, обычно отслеживаются какие-то показатели экономические, политические, там, активность, самочувствие. Ну, это либо индексы какие-то приводятся, либо еще какие-то показатели. И при мониторинге допускается небольшая аналитика, то есть там описывается о том, что вот снижение каких-то показателей говорит там о неэффективности такой-то программы. Или эта программа реализуется недолжным образом. Или эти действия не приносят значимых результатов, которых мы ожидали получить. Дайджест и дайджест. Дайджест – это вот обзор обычно основных каких-то материалов, которые выходят по этой теме, или те события, которые произошли в этом направлении. Обзор дает, ой, дайджест дает именно информацию о том, что произошло в коротком сроке по этому предмету снижения. Это могут быть ежемесячные, могут быть еженедельные срезы, могут быть квартальные срезы. При этом бывают и событийные дайджесты, и мониторинги. Это может быть какое-то там событие, приняли закон, и какая реакция там, например, в социальных сетях. И на основе мониторинга или дайджестов есть специальные сейчас программы, которые считывают, какая тональность у публикации пользователя положительная, отрицательная, нейтральная. Она больше, наверное, используется для информационной политики. Твои или иные компании, сферы или государственные органы. Но если вы хотите готовить все-таки к качественному аналитику, я вам рекомендую все-таки концентрировать внимание на анализе и рекомендации, потому что это самая более ценная часть всей аналитики. Рекомендации должны быть, ну, если вы все-таки готовите для определенной специфической группы, они должны быть точечными. Например, если вы подаете какую-то закрытую аналитику, ну, в открытой аналитике, наверное, например, рекомендация может звучать так, например, дефицит кадров в сельском хозяйстве. Как его можно решить? В открытой аналитике скажут, что нужно проводить соответствующую образовательную политику, увеличивать количество грантов аграрных сфер, количество исследований увеличивать. Нужно там коррелировать бизнес с наукой, что-то такое. Ну, общего характера дадут рекомендации в открытом документе. В закрытом документе здесь уже нужно очень четко и адресно прописать, что именно нужно делать. Например, не знаю, перенаселенный регион, что нужно сделать. И прям тот человек, который читает, если он это может сделать, правильно прописать алгоритм. Первое, нужно проанализировать там загрузку вашей государственной формы, насколько он эффективно работает, может, там коррупция. Ну, хотя обычно это в докладах уже прописывается. И просто открытым текстом разделить этот район на два района, к примеру. Как бы, ему не нужно, этому лицу не нужно какие-то отвлеченные, что нужно повысить качество образования. Понятно, что нужно повысить. Здесь вопрос именно как. И постепенно мы переходим к пятому шагу. Это подготовка документа аналитического и ее передач. Передача означает, что нужно полностью еще раз просмотреть оформление вашего аналитического документа. Здесь уже не о содержании, а больше о форме. Возможно, кто-то не обращает внимания, а кто-то, кто непосредственно каждый день все-таки пишет аналитику, он должен понимать, что для того, чтобы ваш текст был читабелен, опять же, нужно обращаться к стилистическим свойствам аналитического текста, а также обращать внимание, какие пункты нужно выделить. Обычно какую-то проблему по тексту выделяют жирным. И еще можно усилить, подчеркнуть. Какие-то фотографии могут вставлять. Можно вставлять графики для наглядности, потому что там показать, что какая-то болезнь не растет, вы можете это прописать в тексте. Но наглядности и всей трагичности ситуации, а если вы хотите показать трагичность или какую-то пессимистическую тенденцию, то лучше это показать на графике. Человек, посмотрев на график, в каком формате, в какими темпами он растет, он уже сам примерно ощутит на себя сусоль этой проблемы. Поэтому графические элементы и таблицы, они также важны. Важно делить какие-то подзаголовки, чтобы вот ты там читаешь, идешь-идешь по тексту, кто-то просто просматривает, я об этом говорила, а кто-то полностью читает. Вот когда просматривает, чтобы глаз читателя упал, а вот, вот какая-то проблема, нужно ее почитать повнимательнее. Поэтому выделение, правильное оформление. Также важно, например, если вы используете какие-то сокращения или аббревиатуры, все это прописать, потому что читатель может быть разным, кто-то может быть в теме, а кто-то не в теме, но в любом случае нужно полностью предоставить ясность текста. Здесь я привела примеры, что целесообразнее использовать в аналитических документах. Ну, в докладе у вас, в принципе, как бы вы хозяин-барин, у вас позволяет формат использовать как графики, рисунки, кто-то использует визуализацию, там, инфографики, таблицы. Это все можно вставлять в аналитические доклады и отчеты. Тем самым у вас наглядность вашей аналитики, она только увеличится. Потом также эти инструменты можно использовать в обзоре. В аналитической записке, так как формат самого материала относительно небольшой, то есть там максимум до пяти страниц, обычно это две-три страницы, потому что раскрывается одна проблема, даются рекомендации. То здесь в основном максимум таблицы вставляются. Больше идут тексты с выделениями нужных тезисов. В аналитической статье, в принципе, формат позволяет использовать и графику, и таблицы, но тоже соблюдайте баланс, не перегрузите текст картинками, чтобы внимание не ушло от текста, потому что здесь очень важно сохранять этот баланс. Информационно-аналитической записки, если это, в принципе, большая записка, там, на десять страниц, то можно использовать и то, и другое, потому что информацию лучше считывать на графиках. Здесь не требуется каких-то там сильных погружений в проблематику, поэтому просто здесь больше оценочные обсуждения. В мониторинге обычно, да, используются либо графические элементы, графики, таблицы. В дайджестах, так как это больше просто идет обзор значимых каких-то статей, либо что произошло по этой теме, то... то можно допускать... то есть там обычно не используются материалы. Вот я, конечно, некоторые вопросы пропускала, но вот данные, в принципе, в контексте того, что я говорю, относительно совпадают. Можно ли делать краткое содержание с ключевыми выводами? Я думаю, да, можно. Какое-то небольшое резюме. Обычно этим часто пользуются международные институты, когда вывешивают свои большие глобальные доклады. Прочитав резюме, вы примерно поймете, о чем, если вам это интересно, если эта информация для вас значна, вы в любом случае перейдете на аналитический доклад. Точно так же, вот, когда я говорила, что мы делали закрытый комплексный аналитический продукт по определенному региону, мы также делали мини-записки, которые... Некоторые мини-записки, они, в принципе, были неким кратким содержанием основных проблемных вопросов, узловых вопросов, и на чем следует сконцентрироваться. А когда все-таки у определенных государственных органов дальше возникал вопрос, да, вот вы сказали, что там что-то по социалу можно побольше, они запрашивают доклад в более расширенном формате. Да, я думаю, что в статьях можно, то, что мы делаем в статьях, это относительно, наверное, краткие выводы, но при этом, как бы, в аналитических статьях, которые мы пишем для порталов, там немножко иногда бывает стилистический текст другой. И задача аналитика все-таки уметь использовать разные тексты. Иногда вот слишком сухой текст используется, иногда вот в аналитическом материале относительно здесь публика, может быть, как эксперты, так и просто заинтересованные люди, которые иногда смотрят эту информацию. Здесь чуть-чуть в аналитической статье текст чуть облегчается. Нужно узнать вот эти грани и использовать, и уметь писать в разных форматах. В форматах я сама это еще учусь, делаю в процессе, но надеюсь, что когда-нибудь я все-таки освою равнозначно все эти ипостаси. Так. И тут у меня на основе того, что я рассказала, небольшое задание для аудитории. Возможно, вот вы в комментариях, в чатах напишите, чего не хватает в данном отрезке аналитического текста, чтобы вы поменяли, чтобы вы добавили, чего здесь не хватает. Давайте я где-то минут пять на это уделю. Вы пишите, и мы посмотрим, насколько ваши рекомендации совпадут с тем, что было представлено в конечном итоге у автора. В принципе, мне кажется, критическую массу комментариев мы набрали. И, в принципе, я так понимаю, что здесь все-таки люди с определенным опытом собрались. Мне очень приятно, что все-таки очень объективно стараются оценить текст. Да, действительно, здесь, наверное, следовало бы добавить конкретики, именно описать, какой это период времени, за какое время это было сделано, вообще, как этот низкий уровень, в чем он проявляется, какая у него там цифровая демонстрация. По поводу сложности текста здесь, знаете, можно ответить и так, и так. С одной стороны, да, мы должны писать проще, но простота текста не должна выходить в банальщину, потому что слишком упрощая текст, тоже можно уйти отсюда. Если вы пишете какую-то определенную специфичную аналитику по определенному направлению, можно допускать терминологию, просто она должна быть относительно понятна. Здесь степень износа основных средств или там низкий уровень обновлений. В принципе, те люди, которые работают в сфере экономики, производства, для них это читабельно. В смысле, что это такое? Действительно, можно было бы относительно чуть-чуть облегчить текст, но давайте посмотрим, что получилось в конечном итоге. Потому что текст так не подали в любом случае. Я просто вытащила кусок и показала, как иногда могут его подать, не обработав. Здесь, как видим, во-первых, проблему выделили в тексте, это проблема высокой степени износа. Она по тексту, я вам облегать, скажу, что она ранее более была описана шире, а здесь уже идет фактаж. За счет чего этот износ основных средств? За счет того, что он сопровождается низким уровнем их обновления. И вот здесь показали, что за пять лет показатели износа не сокращались. Здесь есть выделенность в тексте. Далее приводится табличное оформление и приводится конкретный фактаж. То есть они не лукавят, они не взяли этот тезис из потолка. Приводят статистику за пять лет. То есть относительно, можно посмотреть тенденцию этого процесса. Здесь все-таки документ такой более широкого характера, на более долгий срок, поэтому и временной промежуток позволяет оценивать по годам. Поэтому я очень рада, что среди тех, кто сегодня слушает вебинар, в принципе, есть подготовленные люди, или даже те, которые не обладают таким багажом знаний и опыта, в любом случае сориентировались и показали на минусы предыдущего текста. Наверное, это все, что я хотела на сегодня сказать. Ну, пробежимся, наверное, потому что мы прошли, что все-таки для аналитической деятельности важно соблюдение всех шагов, потому что, как бы, когда пропускаешь один шаг, там может повалиться вся структура аналитической деятельности. Очень важна информация. Вспомним ту самую прекрасную форму успеха. 50% — это информация, которую вы отберете по этому. Еще раз настоятельно советую послушать вебинары Анны и Юрия по поводу того, как нужно вообще информацию подбирать и для чего нужно разного рода методы использовать. Там может быть применяться разная методология. Все зависит от опыта аналитика вообще, какой инструментарий он использует. Это может быть метод сравнения, аналогии, экстраполяции, там, не знаю, к ретроспективу обратиться. Ну, разного рода. Можно там строить аналитический документ от частного к общему, от общего к частному, в зависимости от специфики. Это все нужно решать в самом начале. И второе вот вебинар, второе направление вебинара — это вот осмысление ситуации, применение системного мышления. Так что еще раз пересмотрите эфир Азиза. Далее мы прошлись по спецификам аналитики. У каждой аналитики есть собственная целевая аудитория. Нужно всегда учитывать, для чего, для кого ты пишешь. Если ты пишешь для широкой массы, на что ты должен сделать акцент. Если ты пишешь для специфичной группы, на что они смогут в конечном итоге повлиять. Что они смогут лично эти люди, должность моей лица, изменить в конкретной ситуации. То есть на что они смогут там нажать кнопку и изменить, или попробовать как-то разнообразить ход событий. И в зависимости от того, какая аналитика, какая срочность этого аналитического документа, нужно понимать, какого формата, какого объема вы должны подготовить документ. То есть если это какой-то скорый документ, не нужно расписывать это аналитическим докладом. Потому что вы не сможете настолько глубоко погрузиться за полдня или за день и написать доклад, который, в принципе, не принесет никакой смысловой нагрузки и ожидаемых результатов. Это все проходит, наверное, с трудом, опытом. И как бы постарайтесь практиковаться во всех форматах, во всех видах, потому что разностороннее развитие, оно только усилит ваши отдельные качества, как аналитика. Различные методы попробуйте использовать, используется различную, не знаю, визуализацию. Я думаю, вебинар по визуализации тоже будет очень полезен. Вот. И в совокупности, когда вы будете учитывать все эти три составляющие, у вас на исходе должен получиться полезный, эффективный аналитический продукт. Поэтому дерзайте, друзья. Я очень рада, что поделилась с вами информацией. Наверное, для многих она была известна, а кто-то для себя открыл что-то новое. А теперь давайте я попробую пробежаться по тем вопросам, которые вы оставили для меня. Ну, если честно, про sensitive topic я так и не поняла. Возможно, вы имели в виду, что какая-то там... Что это вообще? Что вы подразумеваете по sensitive topic? Для меня это какое-то, наверное, что-то очень специфичное, очень отдельная группа, наверное, или рассмотреть ракурс с очень непривычного формата, наверное. Не знаю, мне сложно определить, что вы имели в виду в этом вопросе. Так, следующий вопрос. Направление конструктивной критики, госструктуры, скажем, слабая реакция государства в Узбекистане к НПО. Ну, здесь уже вопрос, наверное, больше к тому, насколько центральные органы, в принципе, заинтересованы сторонней аналитики и насколько они реагируют на какие-то экспертные заключения, комментарии. Если, например, в целом у госуарганов, у компаний нет большой потребности сторонней аналитики или там публичной аналитики, она, в принципе, сложно, как бы, ее могут и не использовать. Потом. Как часто обращаются касательно подготовки закрытой аналитики к негосударственным структурам независимых исследователей? Это очень интересный вопрос. Мне кажется, он актуален для каждого из нас, потому что кто-то на определенном промежутке жизни работает на какой-то государственный орган, либо на какую-то корпорацию, а в какой-то момент он может переходить в статус фрилансера. Или, наоборот, быть фрилансером и выйти на сотрудничество с организацией. Здесь я, наверное, как часто обращаются, все зависит, наверное, от того, какой вы эксперт и в какой сфере вы проводите экспертизу. Потому что на примере Казахстана можно выделить ряд примеров, когда люди за счет того, что стали относительно публично, часто систематически давали комментарии по определенным вопросам, они стали впоследствии востребованы среди определенных организаций, в том числе и госорганизаций. Если человек объективно и по факту, например, те же посты или аналитические статьи для аналитических порталов, и они носят какой-то такой прикладной характер, в принципе, дают не какой-то там эмоциональный у тебя взрыв произошел, тебе там плохо так за, не знаю, безработных, и ты на эмоциях написал. А именно дал объективную оценку, сохранял нейтральность, и у тебя получается это делать качественно. В целом, как бы, сейчас на примере Казахстана можно увидеть, что все-таки есть заинтересованность, и люди обращаются, то есть государственный орган начинает обращаться к отдельным экспертам, и такие эксперты становятся востребованы, они создают какие-то центры впоследствии, у кого-то есть уже эти группы, какие-то исследователи, они объединяются в отдельные цели. Поэтому, если вы будете готовить качественную аналитику, если ваша сфера относительно нуждается в этой аналитике, не как бы прибегает, то в любом случае будут использовать. Журналист может ли писать прогноз? Ну, я думаю, все зависит от квалификации, компетентности журналиста. Если, в принципе, он отслеживает эту тему уже на протяжении многих лет, у него есть, в принципе, логическое мышление, хорошо развито, он видит причины следственной связи, обладает каким-то инструментарием, то есть даже пусть это будет базовое, в рамках Excel сделать какой-то прогноз, то, в принципе, почему бы нет? Просто, наверное, он будет отличаться относительной простотой, в отличие, если бы это делал человек, который каждый день, ежедневно работает с большим массивом, с бигдатой, у него есть доступ к этой бигдатой, и он может учитывать все параметры. Ну, вот похожий вопрос. Как часто лицепринимающие решения действительно используются в работе рекомендации и выводы исследователей? Знаете, когда все-таки происходит какая-то серьезная проблема или ситуация, в любом случае, сейчас есть запрос у лиц, принимающих решения на качество налетия, потому что наше общество в странах, все-таки они развиваются постепенно, и уровень и грамотность населения, запросы общественные, они растут. И в любом случае постепенно корпорациям либо государственным органам приходится учитывать аналитику и объективную оценку и на основе этого уже принимать адекватные решения. Да, не всегда они, например, реализуются в полной мере, но если вы хотя бы приложили небольшое усилие и хоть какая-то из десяти рекомендаций хотя бы одна дойдет и начнется реализовываться, это уже не плохо, как для аналитика, чем просто сидеть и критиковать или там говорить, что у меня вообще нет никаких возможностей, я никак никогда, никогда не повлияю на ситуацию. Поэтому давайте будем конструктивными, каждый будет делать свое дело, если мы будем делать его качественно, возможно, скорее всего, ваш продукт понадобится тому человеку, который принимает решение. Вот, по поводу документа, то, что краткое содержание с ключевыми выводами, я надеюсь, Анне и я ответила, и, в принципе, я надеялась на это, что я ответила на эти вопросы. В целом, не знаю, если еще есть дополнительные вопросы, я, в принципе, рада на них ответить. В конце вот я привела свой электронный адрес, помимо этого вы можете найти меня в социальных сетях, я думаю, что каждый из нас между собой знаком, я есть, наверное, в каких-то общих друзьях у ваших знакомых, поэтому, думаю, найти меня несложно, относительно, наверное, я просто не сильно публичная, но вы можете мне написать в личных сообщениях, если у вас остались какие-то вопросы, или, возможно, какие-то советы смогу вам дать. Мне кажется, здесь относительно опытные люди собрались, судя по тем комментариям, которые вы выдавали в чате, поэтому, возможно, мне придется поучиться у вас, и я с удовольствием это не делаю. Поэтому, если вопросов нет, то будем отключаться. Прошу, пожалуйста, пройти форму, которую указали организаторы. Так, статистика строится на основе анализа или анализ на основе статистики? Ну, это, конечно, странный вопрос. Статистику же подают на основе того, какая деятельность происходит в текущих событиях. Получается, у вас есть безработица. Возможно, там какие-то статистические комитеты или агентства, они, может быть, не дают всегда достоверную информацию, но, в принципе, они дают какой-то базис, от которого отталкивается анализ. Вы можете в период анализа указать, что статистика не полностью описывает реальную ситуацию, потому что мы провели там количественный анализ, мой количественный образ показал, что нет, все-таки доля безработных, она выше, и поэтому, наверное, там кроется и так далее. То есть анализ может повлиять на статистику, но в любом случае первоочередно мы используем те данные, которые у нас есть в официальном обороте. Поэтому первично, наверное, те данные, которые имеем, а потом уже анализ. Вот. И вот буквально у нас минут семь, пока вот я подожду, еще, может, какие-то будут вопросы, скажу, что необходимо заполнить форму, которую просят организаторы, потому что это очень важно. На основе вашей обратной связи будет понятно, насколько этот вебинар полезен, как полезны были прошлые вебинары. Возможно, я наговариваю и нахваливаю своих коллег, а на самом деле это было не так, поэтому посмотрите, проверьте все сами на практике, как сказал Юрий и Анна. Нужно быть скептиками, так что проверьте и меня, насколько мои суждения вообще объективны. Посмотрите эти вебинары. Ну и продолжайте, наверное, отслеживать следующие вебинары. Я смотрю, мы двигаемся, в принципе, по структуре, по логике. То есть мы начали с сбора данных, перешли на форматы текстов, а дальше мы поговорим о том, как правильно визуализировать эти данные и вообще как нужно продвигать, продвигаться эксперту в обществе. И вообще это нужно. Нужно ли эксперту быть узнаваемым в медиа-среде, в экспертной среде, для чего это нужно, какие есть плюсы, какие есть минусы. Отслеживайте все новости IWPR, читайте аналитические статьи, журналистские расследования. В целом подбирайте себе качественный контент, потому что от того контента, от той информации, которой вы будете располагать, это зависит от вашей аналитической оценки и суждения. Будьте объективны и фильтруйте свою информацию к этому. Вот, я думаю, что можно прощаться. Мне было полезно и интересно, потому что это был первый опыт вебинара, возможно, он был не идеален, но надеюсь, что все-таки основную задачу я выполнила. Тоже прошла своего рода челлендж. Надеюсь, было полезно. И будем дальше совершенствовать все наши навыки. Давайте двигаться вперед. Всего доброго. Записи вебинара Азизы, кажется, можно посмотреть на официальном канале Кабарейжа. Я думаю, что если вы напишите в чате, организаторы скидут вам необходимые ссылки или сделают рассылки. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.